В Дубасарском районе завершается реализация проекта водоснабжения сел. После того, как в Дайбаны-2 проведут воду, район станет первым в республике, где водопровод будет в каждом селе. Подробности расскажет Александр Бабак. Это самая высокая точка села. Подходящее место здесь построят водонапорную башню. В десятки метров отсюда уже есть скважина дайбанского производства «Квинт». Она снабжает водой сельский детсад и школу, но ее мощности не хватит, чтобы обеспечить водой все село. Для этого весной здесь начнут бурить 120-метровую скважину, установят насос и резервуар для хранения воды и проложат 8 километров труб. Пока что вот такие колодцы – это единственный источник воды для большинства жителей села Дайбаны, но скоро все изменится. Всего проведут водопровод, и чтобы попить воды, придется всего лишь повернуть ручку крана. Людям преклонного возраста набирать воду из колодца, особенно зимой, довольно сложно. Это еще хорошо, если колодец во дворе. Некоторым приходится нести ведро с водой десятки метров. Хорошая идея. Особенно для людей в селе, которые пашут в поле с утра до ночи, это удобно будет. Не надо к колодцу ходить, вода в доме. Многие могут прямо в дом ее провести. Когда с крана течет вода – это одно, а когда ты с ведра наливаешь – это другое. Жители села говорят, в последние годы воды в колодцах становится все меньше. Вот когда была засуха в прошлом году, вода высыхает из колодца, уходит. Чтобы провести центральное водоснабжение, выделили полтора миллиона рублей. Это деньги инвестиционной программы водоканала. С появлением воды в селе, может быть, даже и как-то возродится жизнь на селе, появятся новые жители, как-то, может быть, кто-то переедет сюда. Все-таки вода – это источник жизни. Тут от этого никуда не денешься. По предварительным нашим подсчетам, если 100 абонентов в начале будут подключены, то это даже хорошо. За последние несколько лет водопровод появился в пяти малых селах Дубосарского района. Новые Погребы, Дубово, Новые Гаяны, Боско и Новая Лунга. К осени, когда с водой будут и жители Дайбан, район станет первым в республике, где централизованное водоснабжение будет в каждом селе. Александр Бабак и Леонид Мостак, ТСВ.